Сколько нужно времени, денег и нервов, чтобы починить лифт? Жители 33-го дома на Ириновском проспекте задают этот вопрос уже третий месяц. Проблема коснулась одной из парадных. Здесь два лифта и оба не работают. С середины марта жильцы поднимаются наверх пешком. Особенно повезло тем, чья квартира на самом высоком, 12-м этаже. Один раз спустишься, а второй раз уже не можешь, потому что приходишь и лежишь на кровати вот так, а сердце вот так колотится. И ладно бы только бесплатный фитнес. Оказывается, последствия происшествия гораздо глобальней. Поднялся врач и мне прямо в дверях около лифта заявляет, если бы я знал, что у вас лифт не работает, я бы не стал бы подниматься. И надо сказать в поликлинике, чтобы к вам сюда врачи не ходили. Мне в поликлинику надо, мы сейчас в садик устраиваемся, мы не можем погулять. Ждем папу, когда придет, спустит нам коляску. Приходится сидеть целый день дома. Как объяснили управляющие компании, лифты отключили после планового осмотра. У подъемников вышли из строя электродвигатель и лебедки. Жильцам предложили самим оплатить ремонт – миллион рублей, почти на 70 квартир. Самый дорогой ремонт в замене лебедки – 250 тысяч, но это я уж не знаю, с фуршетом, банкетом, со всеми остальными вещами. Ну с откатом 300, согласен, да. Но не 500 тысяч, как они нам заряжают на одну ребятку. Это не что иное, как имущество. И бремя ответственности за содержание имущества все-таки лежит на собственнике. И, значит, город, если в этих подъездах есть квартиры, принадлежащие Санкт-Петербургу, он также пропорционально несет бремя ответственности. Но есть еще адресная программа капремонта, да, то есть, которая как бы формируется городом. Капитальный ремонт дома, в свою очередь, запланирован на 2020-е. Но ждать замены лифтов несколько лет жильцы не хотят. Чтобы принять хоть какое-то решение, управляющая компания инициировала общие собрания. Уже две такие встречи закончились безрезультатно.